1 1 2 3 1 2 3 бэм 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 здравствуйте меня зовут никита шевчук я стендап комик и вы смотрите мой подкаст в котором я заказываю еду и пока курьер едет ко мне с этой едой я о чем-то с вами все это время разговариваю это все называется пища для размышлений считаю прямо необходимым начинать давайте начинать до для всех моих любимых слушателей смотрителей подкаста удивительная картинка потому что впервые за всю историю этого многолетнего подкаста я записываю его утром да сейчас 10 15 кто-то скажет да какое это утро мальчик мой я уже 7 часов на работе меня часто смотрят машинисты метро поэтому да они уже заканчиваются рабочий день но для меня он только начался я только приехал с поезда только только приехал с поезда вообще наверное неправильно я все сказал но именно так только только вернулся об этом свидетельствует я думаю моя голова я только вернулся спал вот в этой футболке вообще она белого цвета видите как много вообще мне мне уже даже чуть чуть не я думаю что я даже бишу вас ведь мой подкаст в принципе больше всего предназначен для людей которые засыпают и вы включаете меня ночного где я тихим монотонным спокойным голосом еле-еле квакающим говорю о чем-то вам а сейчас я полон сил я полон сил конечно я же спал в поезде я же ехал с семьей с двумя детьми артем и никита артема 7 месяцев он орал все время но тем не менее утро дает бодрости ух как круто и вообще дает бодрости то что я отдохну ребят я же с отдыха я приеду я 7 дней был на отдыхе 7 дней вау даже думал о вас думал о вас думал как вы там мои дорогие скучаете ли 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 для всех вообще зрителей моего блога вот тут я тут бы еще для размышлений выходила бы каждый день потому что здесь есть о чем поразмышлять на природе а на кухне так конечно не получается продолжаем на кухне как круто вообще вас отдых был прекрасный вообще невероятный отдых я буду заказывать еду во первых на самом деле я почему заказываю решил записать подкаст утром потому что мне надоело вот та скудность выбора которая в 11 часов вечера и мне попадается да вот все вот эти знаете пищевые остатки которые которые засовывают в нас ночью я вот сейчас хочу посмотреть чем кормят людей вообще утром в начале дня не зря же горит кто рано встает тому бог дает давайте посмотрим так акция за 30 минут доставка за 30 минут прекрасно народ на самом деле поехали что такое 47 отзывы с лососем брускета лингвини ленивые вареники с клубникой боже мой боже мой какие вещи утром вы это едите утром все блины вафли с авокадо беконом а ничего себе вау хумус брускета с камчатским это все люди какой какой вообще разнообразие еды мильфей я даже не знаю как это читается мильфей с авокадо и крабом буратта с томатами авокадо что такое драники из сукини ничего себе что что есть из этого банановые оладьи с кокосовой сметаной пшёная каша с миксом из-за зеленые вафли с яйцом прошло сырники во что ну что ну что 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 есть ребят я ну я если честно я прочитал ленивые вареники с клубникой я вспомнил мать маму вспомнил который я уже давно не звонил потому что у меня все хорошо а я и звони только когда мне плохо неплохо испарно точно и сжимать надо позвонить матери ей-то еще хуже надо набрать ем ленивые вареники берем не ел их я не ел ленивые вареники лет 15 наверно точно я думаю что ел вареники последний раз даже может больше когда я учился в институте и мать бросала их на стол ешь мне нет времени времени на настоящие вареники ешь ленивые потому что я ленивая мать ленивые вареники точно едятся еще что нож конечно блины яйцо пашот со свежим шпинатом все конечно ванильные сырники но нет смысла уже заказали ленивые вареники на самом деле драники и сукини тоже звучит аппетитно да как будто драники и сукини давайте съедим еще драники и сукини что тут еще может быть скрэмбл строчателло и хохохох вареники с вишней вареники с вишней омлет с черным но это все слишком дорого с черным трухелем картофель и даник с лососем боже я в шоке на самом деле я в шоке как вкусно все утром теплые салаты обалдеть 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 а что попить что попить хочется еще и попить классический в лимонад вода detox домашний лимонад манго маракуйя домашнего от манго домашнего клубника базилика литр клубники базилик давайте возьмем манго маракуйя вот так вот так вот ну ну тратимся с утра я могу сказать что мы тратимся с утра но что делать давайте попробуем потратиться что я не заслужил что я же с отдыха приехал поехали ребята я правда сомневаюсь как они мне это все доставить за 20-30 минут я очень сильно сомневаюсь но но говорят что доставят может быть там тоже отдохнувшие курьеры которые ребята отдых был прекрасен отдых был невероятен я так рад что он вообще был я выдохнул я по-моему даже поправился по пром по моему мы щеки чуть-чуть набрали я понимаю вообще я понимаю что отдых удался когда ты начинаешь в предпоследний день отдыха уже строить планы вот эти вот эти планы когда ты такой так ну куплю абонемент сейчас секундочку что-то 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 не оплачивается проконтролировать этот момент может быть они хитрецы они пишут доставка 30 минут они специально сдерживают банк найти оплата по банк проходит 20 минут потому что обычно гораздо быстрее да получилось заказ создан прекрасно прекрасно я рад что так вот вот эти за день до отпуска когда ты начинаешь когда ты в отпуске уже ищешь где купить блокнот чтобы записывать что тебе нужно сделать как только ты приедешь вот это сразу абонемент покупается ты уже думаешь на год или на полгода я я я я правда я представляете настолько отдохнул что мне перестало нравиться мое тело я подумала почему на нем нет мышц я могу их нарастить не за месяц до отдыха я вообще не думал об этом я думал просто так как выжить и я благодарил это тело за то что она просто меня перемещает из точки а в точку б а из точки б обратно домой отдохнув я почувствовал недовольство я подумал оу надо конечно надо накачаться представляете вот эти планы это же вот так люди с отпуска приезжают и идут на курсы английского я уверен китайского я не знаю на что угодно какие курсы люди идут люди меняют жизнь после отпуска кстати интересно статистику разводов мне кажется что они чаще всего были тоже после совместного отдыха вы отдохнули почувствовали силы да конечно я конечно надо расставаться конечно это забавное но это и опасно это очень опасно потому что то какой ты в отпуске в предпоследний день ты больше никогда не бываешь получается планы строит отдохнувший сильный уверенный оптимистичный человек но 364 дня в году ты не такой ты не такой и ты себе что-то спланировал знаете ты себе что-то спланировал а потом ты конечно же разбиваешься об реальность потому что вот сейчас у меня есть силы я приехал я отдохнувший даже поезд их не забрал знаете сколько было мне сил что даже поезд не забрал у меня силы есть я я сразу приехал подкаст сразу я еще цветы не палил за мной но это и конечно и из от любви к вам от любви к вам вы у меня в первом приоритете и это вот эта опасность потому что мне кажется планы нужно строить вообще за день до отпуска нужно строить планы что ты будешь делать в отпуске все что происходит в отпуске это вообще это не твоя жизнь вот о чем нужно думать ты так никогда больше не будешь жить это отпуск это как ты себя чувствуешь в отпуске это вообще не означает что ты дальше себя так будешь чувствовать вот самая большая ошибка я уверен что все вот эти идеи с ремонтом сменой планировки приходит семейным женщинам именно в отпуске когда мы возвращаетесь и женщинка витя давай было было озарение чувствую что надо надо вот сейчас это делать ну и витя конечно ему чуть-чуть хватает силы а потом все закончилось и он уже мучается думать да что же это такое поэтому на самом деле да не надо строить планы в отпуске что ты будешь делать после отпуска потому что я себя распланировал я себе столько всего распланировал я но я вот уже понимаю что зря вот так не будет я вот уже я уже чуть-чуть я чувствую как я устаю поэтому вообще не надо планировать я я вот о чем нет конечно я буду стараться я я написал много всего ничего из этого вам не озвучу естественно ничего из запланированного мной не будет озвучено потому что я думаю что вы знаете это запрещено делать запрещено говорить свои планы потому что сглазит конечно конечно не говори них ничего счастье любит тишину сглазят ох но не они об этом я на самом деле с научной точки зрения не буду говорить вам о своих планах потому что коварный мозг это же было доказано это же было доказано что мозг коварен и когда ты кому-то говоришь о своих планах мозг просто получает удовольствие от озвучивания планов он получает удовольствие он в принципе кайфанул когда ты говоришь какому-то знакомому близкому себе человеку что пойду позанимаюсь решил это решил посвятить себе спорту чуть-чуть похудею приведу себя в порядок и мозг уже получает удовольствие от идеального тела для мозга у тебя уже идеальное тело и он уже такой вау как хорошо мозг получил удовольствие просто от факта озвучивания как это будет круто а получив это удовольствие мозг такой он говорит так а зачем нам сейчас идти в зал но прямо это же ну если я так легко получаю удовольствие зачем мне она будет конечно чуть чуть больше но это так тяжело это будет так тяжело сравни просто говорить как легко просто говорите получать удовольствие и и что-то делать поэтому я на самом деле вот вот ну вполне себе понимаю вот ну пиздунов я прекрасно их понимаю ребята просто получают легкое удовольствие но я я вот это я вот это я еще вот так вот так что ты и все это вру да нет он просто парень кайфует или девчонка кайфуют получают легкое удовольствие нельзя говорить о своих планах вообще никогда никому потому что действительно не я сейчас просто подумал о том что иногда некоторые люди специально озвучивают свои планы для того чтобы это все говорит о том что мы все разные потому что иногда некоторым помогает озвучить свой план чтобы человеку в итоге было стыдно что ты пообещал но не сделал это можно сделать там пообещать брошу курить например брошу курить ты пообещал там супруги друзьям подписчикам зрителям подкаста ты пообещал и это некоторым людям помогает вот эта ответственность выполнять обещание я не такой человек я вообще не такой человек я просто буду скрыто курить думаю да я им пообещал надо чтобы они не узнали вот так вот я такой человек давайте мне вот это не помогает озвучивание обещаний даже водичка вкусная после отпуска даже не представляете будут ленивые вареники обалдеть обалдеть я уже на самом деле чуть-чуть и представляю как я их буду есть я вам никогда этого не показываю как только мне звонит курьер я отключаюсь а я тут устраиваю трапезу когда-нибудь может быть с ним ой на ленивые вареники впервые жду впервые жду блин утро конечно класс и да гораздо вкуснее уже жалею что заказал до некий суки не если честно уже жалею но ладно да планы до строим планы вот мы сегодня я так понимаю что мы потихонечку уже уже минут 15 говорим о планах давайте дальше они говорить вообще конечно строить планы вещь опасная как мне кажется в том плане что планы это же определенное ожидание планы это скажем так есть мечты которые такие ой ну пускай мне поможет чудо а планы это уже мечты которые ты переводишь в то что это должно свершиться это это будет это планы поэтому когда что-то происходит блин как досадно как досадно я помню куча злых людей которые последние три года взрослые люди мои совестники или 35 многих планы были нарушены по разным причинам там ковид потом там еще куча разных обстоятельств которые поменяли все планы секундочку еду готовят и скоро передадут курьеру прекрасно может быть действительно привезут за 30 минут ничего себе до планы это вот эти вот это и педи потом все ходили почему грустные потому что нарушились планы планы это как раз таки вот то что живи настоящим это же не про планы это абсолютно не про планы живи настоящего это 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 не строй планов вообще не строй особенно таких знаете как это называется краткосрочно есть долгосрочные планы вот их вообще не стоит я кем ты себя видишь через пять лет вот это вот это вот это странно вот это странный вопрос на собесед кем ты себя видишь а вы себя кем видите простите кем ваша конторка видеть себя через пять лет ребят через пять ну через пять лет я думаю что мат вот вот если так серьезно можно строить планы где-то на на месяца три я думаю это максимум понятное дело что живи одним днем но это 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 странно это странно как можно жить одним днем если ты приготовил там суп на 3 дня ну нет живи и одним днем надо жить где-то в среднем месяце на 3 дольше это уже напрягает у меня вот был личный пример я же стендап комик и естественно как и любой стендап комик стендап комик хочет записать сольный концерт это часовая программа которую выложит в интернет все люди посмотрят потом будут ходить на концерты которые ты еще будешь писать и вот так вот всю жизнь тендап комик пишет концерты и и где-то весной этого года я запланировал что я осенью запишу концерт то есть я поставил план на полгода и я где-то через две недели после того когда я установил для себя этот план ой боже как это надо вот сразу в тизер в этот кашель наверно включать правда вот я то что я сейчас горють будет правда и и где-то через две недели после того когда я установил этот план я почувствовал что качество моей жизни резко ухудшилось потому что на меня это начало так давить так давить вот это что давай через полгода надо снимать этот концерт и я месяц бегал пытался записывать установил себе какой-то календарь в котором я буду записывать что я сделал чтобы через полгода это произошло вот так вот я себя мучил и я устал и я понял что вот я перед отпуском я отменил это я отменил я откуда запишу тогда когда он я почувствую это запишу через месяц но вот когда его такой ну вот вот это можно записывать через месяц да возможно я запишу его не скоро вот даже и кать начал запишу его не скоро но я понял что максимум три месяца максимум три месяца те же самые на самом деле путешествия и есть вот люди я понимаю людей до которые там за полгода они планируют это путешествие покупают билеты и и же ты же живет давайте честы же живешь этим путешествием пропуская жизнь которая сейчас происходит я не верю что люди которые купили все вот эти билетики которые забронировали гостиницу они же просматривают гостиницу смотрят а какая погода будет там в январе следующего года тем самым вы просто упускаете жизнь которая сейчас у вас происходит возможно я не прав абсолютно сейчас сказал по нему может быть полнейшая глупость но я бы так себя вел если бы я забронировал поездку через полгода я бы думал о ней регули я бы ложился спать я я бы вот смотрел на отель и вот так вот и вот прикладывал бы его к сердцу и усыпал бы поэтому это не для меня обалденно вот горячие путевки это мой вариант вот в укусе сегодня прямо сейчас надо я как они конечно я за гран паспортом да я в магазине но я за гран паспортом конечно поэтому планы это женщины давайте вот вот ой ну нет если это абсолютно не сексизм мне кажется что просто бы по-другому устроены я поню что вроде как мужчины мы такие больше аналитики мы больше стратеги но мне кажется все таки вот это дальнее планирование всяких там путешествий поездок это все таки больше женская инициатива мне кажется женщинам это нравится потому что же жизнь женщины это улучшает потому что женщина это появляется дополнительный стимул для женщины вау я вот вот она же будет это для этого я хожу сейчас спортзал чтобы быть там самый красивый чтобы можно было выбросить парео и ходить без него дай женщины строят планы а мужчины живут ваших планах именно так на самом деле и устроена жизнь особенно семейные возможно я так думаю это ужасно да я сейчас думаю что ты теряешь некую свободу и живешь по планам свои супруги это 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 я слабый человек я абсолютно слабый человек у меня нет знаете я страдаю от того что у меня нет личных границ я их не умею выстраивать потому что если мне нравится человек если мне нравится человек я буду уступать ему я буду это конечно что я ради нее не сделаю так как мне неудобно да конечности я же люблю и конечно я же люблю или там не только женщина просто брат ну и конечно что я не это не не одолжу ему денег ну что их я ста сам останусь без денег ну что я не одолжу денег я же тоже люблю его или там какие-то друзья приезжают и будут две недели жить у меня в однокомнатной квартире втроем с собакой ну что и ну да мне будет неудобно но не 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 нет у меня личных границ их нет а когда у тебя нет личных границ чужие планы становятся твоими планами вот увы именно так происходит именно поэтому на самом деле нужны личные границы потому что и не имея их ты получается и не свою жизнь проживаешь не думал что в такую грусть нас заведет сегодня но это не грусть это жизнь это это вот моя жизнь моя чужая жизнь вот так я назову твою первую книгу моя чужая жизнь нет это важно личные границы это очень важно нужно что только личные границы и как я это понимаю это ты показываешь людям как с тобой себя вести а если ты им не показываешь как с тобой себя вести они с тобой себя ведут как как им надо понимаете как им надо вот я думаю я уверен во есть же есть же у каждого человека есть много знакомых но обращается он за помощью кому-то чаще всего конкретного есть люди которые мы не обратимся не потому что люди плохие а потому что ты просто не хочешь обращаться к человеку не потому что он плохой а потому что ты точно знаешь он он откажет он не будет меня встречать с вокзала в 4 утра а есть паша паша вообще у него нет личных границ и пашка поможет мне увидимся с пашей в 4 утра поможет мне чемодан поднять вот это вот а личных это личные границы и я не обвиняю людей которые переходят мои личные границы потому что я же их не установил у меня вот такой знаете проходной двор у меня абсолютный безвиз в моей жизни пользуйтесь пользуйтесь моим временем планов нет вот может быть кстати для этого и нужны планы личные границы это мои планы это вот у меня есть план и человек какой-то к тебе обращается с чем-то что-то просит или еще что-то или говорит мне у меня вот такой план а ты говоришь а у меня вот такой план мой план с твоим ну не это кстати этим мужчины пользуются есть мужчины которые слабо характерные мужчины которые они находят себе жену женится для того чтобы у них были планы жены когда тебе кто-то говорит Серега поехали ты говоришь я не могу жена у нее планы у нее планы на меня это же прекрасная оговорка не работает с женой уже начинать знаете там ну надо заводить детей потому что дети это святое планы ну ребята ну куда как ребят ну вы чего какая какие палатки сейчас надо тетради купить детям через две недели 1 сентября понимаете это чужие планы чужие планы это алиби для того чтобы не жить чьей-то еще жизнью вот так вот вроде и глупость но вроде в этом что-то и есть вроде в этом что-то и есть ничего конечно позитивного видите все равно все равно день вечер не важно в какое время я снимаю свой подкаст все равно здесь проскакивает вот этот грустняк выпью за это да личные границы очень нужны как их выстраивать наверняка есть советы в интернете но почитайте напишите потом в комментариях как у вас вообще получается такой ли вы человек который вы знаете это мой план это мой план планы да еще некоторые люди знаете вот знаете есть такое все что не делается к лучшему это же как раз таки о том когда у людей рушатся планы и в итоге получается даже лучше и это тоже определенные это есть люди с такой жизненной позиции которые вообще ничего не планируют а вот принимают решение сегодня вот что у них вообще нет плана и как-то прекрасно живут прекрасно в дзене находится живут здесь и сейчас все что не делается делается к лучшему да но бывает же такое а не получилось а вот даже вау я думаю что вот ленивые вареники так и получились ленивые вареники которые мои любимые которые я сегодня загадал они тоже же получились ну наверняка потому что что-то не получилось ленивые вареники это точно план б точно никто не хотел а давай вот это сделаем кстати знаете как их делают их же я помню я помню мать которая вот так вот руками скручивала колбаску из даже кстати не знаю что в нее входит творог наверное наверное какая-то мука яйцо и вот так вот чуть-чуть нарезала ой как вкусно прямо жду прямо жду ленивых вареников надеюсь они будут вкусные очень-очень-очень на это надеюсь план вот это же тоже это же тоже вот это же вот тоже что есть что я сейчас делаю это же тоже мой план я подвешиваю какие-то ожидания вот прямо сейчас вот у вас на глазах ведь ведь вкусно больше больше всего вкусно когда ты не ожидал что будет вкусно а вот мы там остановились как-то по дороге просто ехали до туалет вышли зашли вот в эту избу у тамары дашь как поели потому что ты вообще не ты 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 зашел туда поесть просто чтоб не умереть чтобы просто чуть-чуть доехать а ты там а там было нормально и ты такой вау как круто как круто поэтому на самом деле планы должны быть пессимистичные вот вот есть тоже есть такой метод который со мной не работает ставьте высокие планы завышенные планы и и и даже если вы сделаете половину это уже будет хорошо да это для меня это не работает вообще никак это вообще не мой метод ой ну ой ну это такой обман это точнее для меня я вот так хотел но вот так вот сделал тоже неплохо нет 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 ребят для меня лучше делать низкие вообще заниженные планы которые очевидно есть даже если не такой план да даже если я ничего не буду делать это произойдет а а я тоже что-то все равно делаю поэтому вау я переплюнул свой план мне больше вот такая жизненная механика подходит так где мои вареники ну я чувствую что они будут абсолютно чувствую что а ну вот доставка за насчет если заказ не приедет за 30 минут доставка за насчет ребята но доставка это 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 вы поняли даст не 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 пицца которую если мы вам не привезем ее за 30 минут мы вы получите пиццу бесплатно а тут доставка а как хочется вот иногда вот это читает дать просто по морде вот вот пах как вы хотите обмануть ребят доставка за насчет так она мне не нужна какая у вас бесплатная да конечно у вас бесплатная отвратительная доставка вы не привезли вовремя я уже заказал только потому что было написано что доставка за 30 минут только поэтому я заказал за доставка за насчет ну ладно ладно это я уже видите я уже там кого-то по морде хочу бить никогда я так не сделаю это тоже знаете это я вот перед вами такой так то я вообще не такой просто скажу спасибо большое спасибо большое да вот такие планы вот такие планы какие планы это же тоже такой вопрос как дела какие планы у тебя какие какие что 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 планируешь какие вообще какие у вас планы все время должны быть планы Это же обязательный вопрос Если у тебя какие-то отношения В отношениях Должны быть планы в отношениях Конечно, обязательный Это же обязательный пункт Серьезных отношений Планы У нас есть планы На работе надо сдать план План это такая, да? Некая мотивация, что ли? Или что это? Для чего они нужны? Ну да, наверное, конечно Если бы не было планов Ничего бы не было Вот эти пятилетка Но тоже, что произошло? Но люди без планов Однозначно живут более счастливо Это однозначно Все вот эти, посмотрите Да, бедная страна Да, поехать на Кубу Планов нет Планов вообще никаких нет Но люди счастливы Планы План Лишает нас жизни Вот, это то, о чем я говорил Ну да, ты потому что живешь Только свершением этого плана План Интересно, конечно Думаю, вот что еще сказать по поводу планов Пока Мыслей нет Мыслей вообще нет Задумался, как я вот уже буду ходить В тренажерный зал И понял, что я не буду ходить Понял, что Представляете, я вот хотел Буквально три дня назад Я такой Да, конечно Надо пойти Что я Суткулю Как-то вот мне все подходило Ну, сутулись Я сутулись Ну да Со стороны кажется, что я вот иду с больницы с плохими анализами Но И это меня начало беспокоить Жизненные силы появились Планы Интересно Хотя, вот как говорят Проводили же всякие исследования Где у людей в конце жизни спрашивали О чем вы жалеете Есть же Всякие-то исследования Где за людьми там следили всю жизнь Там с десяти лет Их опрашивали А есть просто спрашивали В дворцах пожилых людей Что вы вот спустя годы О чем вы жалеете Я ни разу Там были масса вариантов Там мало уделял времени семье Откладывал то Чем всегда хотел заниматься Не знаю Не рисовал Грубо говоря Никто ни разу не сказал Ой, вы знаете Я жалею о том Что я не ставил И не выполнял планы У каждого из нас Ружатся планы Каждый 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 их Ставил Кто-то с понедельника Кто-то с нового года У всех есть Планы Которые Ну Значит Это не нужно Наверное Наверное Да Если ты Уже три раза Срываешь план Значит это тебе не нужно Или просто не время Этого плана Мне кажется так Не обманывай себя Ничего не делай Это же тоже Это же еще одна проблема Это же еще одна проблема Вот что люди Ничего не Не могут ничего не делать Это не то Это не говорит о том Что все Не хотят лежать И полезно Нет Ты просто какой-то херней Занимаешься Вместо того Что просто Ничего не делать Да нет Лежать-то нельзя Это полно Так ты другой херней Какой-то занимаешься Футболку ищешь В интернете Да полежи ты уже В старой футболке Просто 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 Ничего не делай Побудь Вообще Без плана Да Выходные Вообще же Выходные Могут быть Вот Ничего не может быть Поехал куда-то Вот поехал В другой город И Не запланировал Ничего Что тебе надо увидеть Просто Ничего Просто приехал И ничего не посмотрел Круто же Приезжаешь И тебе говорят Как ты вообще Отдохнул Вообще круто Ничего не увидел Вообще Ничего не увидел В течение Пяти минут Курьер Будет у вас Прекрасно Он уже совсем близко А Это Прям что-то невероятное Показывает Что Блюда Прям готовят Мы на самом деле Ждали курьера Потому что Еда Еду готовят Судя по всему В соседнем доме В моем соседнем доме Готовят эту еду Нифига себе В целом Я мог бы Устроить Такой Выходной Ну реально В соседнем доме Находится То место Где мне готовили Прекрасно Это значит Что ленивые варенички Будут прям горячими Такой план у меня Видите Я очень голодный Видимо Это еще и причина Того Что я о них Так часто вспоминаю Поэтому Пытаюсь Что-то К чему-то Хорошему Привести Понимаю Что Конец Подкаста И как правило Запоминается Конец Как правило Запоминается Что я говорил В конце Все вот эти Прекрасные Мысли Вот эти Глубина О которой Мы говорили В середине В начале Все это Забудется Потому что Концовка Оказалась Смазанной Это же так происходит Люди Кем Ну Говно Сериал Концов А до этого А до этого Вот Игра престолов Да Концовка А до этого Какой восторг был Да ты отвлекался От своей жизни На протяжении Многих часов Смотря Игру престолов И это все Забылось Потому что В конце Было плохо Да ты Невежа Вот так вот Мы устроены Это же неправильно И это сейчас Тоже давит на меня Что концовка Должна быть Невероятной Какой-то Что-то должно быть Прямо Ух А может же И не быть Может все Резко Закончится И вот Вот от этого Ты такой А все Вот от этого Это же еще круче Мне кажется Еще круче Все закончилось Резко Неинтересно И ты вернулся В свою жизнь И ты понял Вау Как это было круто Я за такие концовки За такие Которые Пых И все И ты такой А все Снова я Вау Круто было Было круто Жалко Что все закончилось Вот как Жалко Что все закончилось Даже Даже если Это плохо Закончилось Ну да Начало Серединка Была Хорошая Сейчас реально На самом деле Вся же индустрия Работает на то Чтобы Завлечь Начало Там в начале Такое происходит Туда бросаются силы Конец Уже У сценаристов Просто нет сил Они уже просто Да уже Хватит Они во-первых Они уже думают О том Как начать Новый проект Друзья Фух Еда приехала Пойду есть Огромное спасибо Что были со мной Пока-пока Продолжение следует Продолжение следует